Раньше это место было очень популярным у проезжающих по дороге из Гайкадзора в Варваровку автомобилистов. По словам главы Субсекского сельского округа, за неделю здесь собиралось мусора на целый КАМАЗ. И после последней уборки на этой территории было принято решение перекопать к ней подъезд, а также установить табличку с указанием штрафов за свалку мусора. В настоящее время мы сейчас ведем переговоры с предпринимателями, чтобы оказали нам содействие, установить здесь видеокамеру, которая зафиксирует нарушение правил благоустройства муниципального образования города-курорта НАПА в целом привлечении нерадивых жителей к административной ответственности. При ограничении доступа максимум 1-2 пакетика в неделю появляются, с которыми мы также боремся в постоянном и ежедневном режиме, убираются отсюда. Я думаю, когда мы установим видеокамеру здесь и зафиксируем фотофиксацией, то составим протоколом это будет намного действеннее. Как показал опыт, такие меры дают свои результаты, но их недостаточно. Сергей Муханин уверен, лучшим уроком для нерадивых граждан будет наказание рублем. Полностью поддерживают в этом вопросе своего главу и представителей общественности. Наталья Маслова рассказывает, какая работа ведется с их стороны. Они даже создали специальную комиссию. Это болезнь, наверное, не только нашего округа, а и других округов тоже. Это нерадивые наши жители. Я не думаю, что инопланетяне прилетают сюда инопланетяне. Они и делают эти гадости. По-другому я назвать это не могу. Но, к сожалению, с периодичностью очень частой приходится вывозить камазами этот мусор. С людьми был даже случай. Мы на Совете общественности рассматривали товарища, которые сумели застать за этим нехорошим делом и заставили убрать. Но это единичный случай. Боремся с этим как можем. У нас создана экологическая комиссия, которая, я считаю, что внесет свою лепту в это дело. Потому что бороться с этим нужно. По-другому у нас не получится. Нерадивые люди есть и будут. Никуда мы от них не денемся, к сожалению. А природа, вы посмотрите, какая у нас красота. Вы знаете, как жалко. Если у человека, наверное, была бы совесть, да, хоть чуть-чуть там что-то, она бы, наверное, проснулась. А это делают люди, наверное, у которых совесть отсутствует как таковая. Наталья в Варваровке живет уже давно. Говорит, эта проблема была и раньше, но не в таких масштабах. И решать ее надо сообща. Наказывая не только рублем, но воспитывая культуру у местных жителей. Свою идею она подкрепляет делом. В свободное время пишет стихи. Что оставим мы своим потомкам? Нам задуматься давно пора. Берегите матушку природу. Ведь она ко всем нам так добра. А мы, к сожалению, этого не понимаем. Очень жаль.